Уважаемые коллеги, друзья! Уважаемые коллеги, друзья! Это годы, которые, наверное, во многом определили мою жизнь. И вот те регалии, о которых говорил Рез Гатаулыч, политики, они во многом определены республикой, которая меня выдвинула в федеральную политику и, конечно, университету. Вы знаете, политик, когда он оказывается в Москве в относительно молодом возрасте, в 36 лет я уехал из Татарстана в Москву, ему всегда бывает непросто, потому что он приехал в Москву из так называемой провинции. А с другой стороны, всегда очень важно понимать и чувствовать, а что у тебя за спиной? Вот что у тебя за спиной? И когда я говорил, будучи в Москве, работая на разных должностях, что я закончил Казанский государственный университет, это все равно, что знак качества, который у тебя на лбу. Нарисованно, все говорят, а, ну да, Казанский университет, здесь учился Ленин, здесь учился Толстой, а, да, Казань, потом я говорю, я родился в Казани. Ага, Казань. Казань – это город с тысячелетней историей, Казань – это город с потрясающими людьми, имена которых вписаны в историю Казани. Шаляпин, Бутлеров, Зинин, причем эти имена связаны в том числе с Казанским университетом Горький. И Татарстан, как республика, это действительно в России особый мир, если хотите, потому что мы все делаем немножко не так, как остальные, потому что мы всегда ищем свой путь, но не потому что мы хотим отличаться от остальных и просто хотим показать, что мы другие. Нет, не поэтому. Мы всегда ищем тот путь, который более эффективен, более понятен людям, дает результат. Вот только что меня журналисты спрашивали, говорили, а вот чем прежняя политика отличается от нынешней? Я дал такой ответ, что в 90-е годы, в конце 90-х годов, если любого из тогда живущих, вы тогда были совсем детьми, а может быть, кого-то даже еще не было, Если его спросить, а в какой стране ты живешь? Вот даже я бы не ответил на этот вопрос, потому что мы потеряли смыслы, мы потеряли страну, мы потеряли ответы на вопрос, какое наше прошлое, в чем состоит наше настоящее, каково наше будущее. Люди превратились в перекати поле, оторвались от земли, от собственной страны и от понимания этого мира. Это страшно. Человек, который оторвается от корней, человек, который не понимает, в какой стране он живет, это потерянный человек. И мы были такими, мы были такими, мы искали эти смыслы, и в этой части Россия путинская, Россия двухтысячных, она кардинально отличается от России 90-х. И политика отличается. Мы будем сейчас с вами больше говорить о политике, я политик профессиональный. Моя политическая биография началась здесь, в Казани, в 85-м году, поэтому я, видите, сколько лет в такой реальной политике до сегодняшнего дня. Поэтому мне понятно, что ближе всего именно эта тема. Так вот, путинская Россия отличается абсолютно от предыдущей России, главным отличается обретением смыслов, пониманием собственной страны, собственной земли, пониманием целей, пониманием собственных интересов. Вот, смотрите, некоторое время тому назад, конец 90-х, министром иностранных дел был великий наш современник, великий человек, мне, к счастью, довелось его знать очень хорошо, близко лично, Евгений Максимович Примаков, который был потом премьер-министром очень недолгое время, а потом он возглавлял блок «Отечество вся России», в котором я принимал участие, Ментимир Шарипович Шаймеев, это выборы 99-го года. Это великий наш современник, вот он был министром иностранных дел, когда американцы начали бомбить Югославию. Это вообще, вот если вдуматься, вот представьте себе, современная цивилизованная страна Югославия в центре Европы и другая страна, такая же член ООН, как Югославия, поднимает в воздух самолеты и бомбит столицу этой страны, Белград. В результате бомбежек по разным подсчетам погибло более 2000 мирных жителей, среди них, как говорят, около 400 человек – это дети, женщины, старики. Военных в результате этих бомбежек, столицы Югославии, Белграда, погибло очень немного, вообще, может быть, там считанные какие-то люди погибли, потому что бомбили не военные объекты, бомбили город. Вот. Трудно себе представить, что такое возможно в международной политике. Но это же было. И что сделала тогда Россия? Что она вообще могла сделать? Самый большой вызов, который бросила тогда Россия этому политическому беспутству, было то, что Примаков, который в этот момент летел в Вашингтон, развернул самолет и вернулся в Москву в знак протеста. Он летел на встречу со своим коллегой, министром иностранных дел или государственным секретарем, как говорят в Америке, по должности в США, в Вашингтон. Он не полетел, развернул самолет и вернулся назад в Москву. Это был наш протест. Все. А больше мы ничего сделать не могли в 1999 году. Никто с нами не считался ни в ООН, ни в Совете Безопасности. Караили на наших глазах Европу, Югославию, все. Расчленили, развязали там войну, в результате которой погибло огромное количество людей. А потом вспомните, таким же образом поступили с Ираком, куда вошли американские войска, которые бомбили, значит, повесили тогдашнего руководителя Саддама Хусейна. Хороший, плохой, я сейчас не говорю. Сам факт того, что иностранное государство вторгается на территорию суверенного государства, члена ООН, и практически его разрушает. Вот недавно была опубликована карта современного Ирака, где красными кружочками, ее можно найти в интернете, можете посмотреть, отмечено, сколько террористических актов было совершено с момента вторжения американцев на территорию Ирака. Вот если посмотреть карту Ирака и вот эти красные пятнышки, она красная. Ни красных точек в Ираке меньше, чем красного цвета. Вся страна стала территорией террористических актов. По некоторым подсчетам, с момента вторжения американцев в Ирак погибло более миллиона человек. Более миллиона. Половина страны сегодня не контролируется ныне действующей иракской властью. ИГИЛ вырос из иракской армии. ИГИЛ появился тогда, когда американцы вошли в Ирак. Иракские военные, которые учились в Москве, в Европе, в Вашингтоне, генералы, полковники, образовнейшие люди, их отстранили от армии, отобрали в них должности. А это десятки тысяч образованных людей, умеющих воевать. Им сказали, вы нам не нужны. И они создали ИГИЛ. Сегодняшние руководители ИГИЛа – это иракские офицеры. И это сделано руками одной из мировых держав Соединенных Штатов Америки. Я к чему это говорю? Вот что такое обретение смыслов? Вот когда мы сегодня видим политику России в отношении Ближнего Востока, в отношении Сирии, во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, по Украине, по Крыму, мы понимаем, что Россия вернулась. Россия, которая ушла из мировой политики, она в нее вернулась, показала, что у нее есть свои национально-государственные интересы, что у нее есть президент, который пользуется колоссальной поддержкой своих граждан. И она готова, вот это самое важное, она готова эти интересы отстаивать. И совсем не обязательно при помощи оружия. Хотя, как показал опыт наших боевых действий в Сирии, мы обладаем высокоэффективным оружием, очень конкурентным и даже превосходящим в каких-то случаях то, что есть у наших стратегических противников, скажем так, партнеров-противников, я имею в виду в том числе Соединенные Штаты Америки. Но не это даже важно, не то, что у нас есть этот калибр, ракета, которая из Каспии поражает с точностью до одного метра цели на территории Сирии. То есть нам даже не надо самолеты поднимать, а наша Каспийская военная флотилия способна этими ракетами поражать цели на территории очень отдаленной от нас. Причем эта ракета летит очень низко. Ведь шок у американцев был даже не от того, что мы попали по целям, а от того, что они не видели этих ракет. Ракеты поразили цели на территории Сирии, а американские ПРО эти ракеты не засекли. Они не знали, что эти ракеты летят. Вот еще в чем эффект. Другими словами, мы научились свои национальные государственные интересы показывать миру и их защищать. Россия вернулась в мировую политику. Это очень важно сегодня. Но для нас, может быть, важнее еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, тоже говорит о том, как меняет политика нашу жизнь. Вообще политика – вещь очень серьезная. Поскольку здесь, я так понимаю, в основном люди, которые будут получать гуманитарное образование. То есть вы будете изучать политику как исследователи. Вот как, например, я, когда поступил в Казанский университет, я поступил на отделение научного коммунизма. Я всегда смеюсь, я говорю, что я человек без профессии. Потому что у меня в дипломе написано, что я преподаватель научного коммунизма и обществоведения. Но если обществоведение еще как-то можно принять как сферу деятельности, то научный коммунизм, как вы понимаете, это уже давно забытое прошлое. Но нас хорошо учили. Нас здесь очень хорошо учили в этих стенах. Нас учили постигать общественно-политические процессы. И вам это предстоит. Вы будете сначала понимать политику как исследователи, как люди, которые изучают ее. Но я не исключаю, что у вас проснется интерес, и вы пойдете в реальную политику, как это, например, произошло со мной. Я не мечтал быть политиком-практиком, но так жизнь сложилась, что вот это стало моей профессией. Так вот, я убежден, думаю, что это даже не требует особых доказательств, что политика это, может быть, самая тонкая и самая опасная материя, с которой человек сталкивается в своей жизни. Ошибки в экономике, они достаточно болезненны, если они совершаются властью, но их всегда можно достаточно быстро исправить. Немножко поменял законодательство, немножко подправил бюджет, и ошибка исправлена. Ошибка в политике – это, как правило, колоссальный удар по людям, по судьбам. Это, как правило, колоссальные потрясения в обществе. Политические ошибки влекут за собой очень тяжелые социальные последствия, в том числе на уровне жизни каждого конкретного человека. Более того, я сейчас попытаюсь привести вам один пример, который покажет, что даже когда нет ошибки в политике, как таковой, но, может быть, не совсем своевременно вносятся коррективы в политическую жизнь, это приводит тоже к очень серьезным последствиям. То есть политика еще требует того, чтобы, как хороший музыкальный инструмент, ее постоянно настраивали. Ну вот кто играет на гитаре, молодые люди тут сидят, они, наверное, знают, что если просто взять гитару, месяц на ней играть, ничего с ней не делать, то через месяц вы на ней играть не сможете, потому что обязательно струны ослабнут, и будет какофония, а не музыка. Значит, вы сидите все время, берете гитару в руки и начинаете колочки подтягивать для того, чтобы строй был правильный. Вот примерно та же самая политика, колки надо всегда проверять, правильно ли настроен инструмент, правильно ли настроена политическая жизнь. Если это получается, политика эффективна, если это не получается, начинаются сбои. Вот я вам приведу очень конкретный пример, который сопряжен с нашей сегодняшней политической жизнью. Когда Путин пришел к власти, избрался в первый свой срок президентом, он провел кардинальную политическую реформу в России. Вообще, знаете, есть такая китайская пословица, когда кому-то хотят пожелать чего-то плохого, китайцы говорят, жить тебе в эпоху перемен. Но так получилось, что мы вообще живем последние 25 лет в эпоху перемен, и в полной степени соответствуем этой китайской поговорке, ну потому что по-другому нельзя. Но в чем отличие, на мой взгляд, путинских реформ? Путин обладает определенным искусством, как политик, проводить глубокие кардинальные реформы так, чтобы это отвечало, во-первых, запросу общества, а во-вторых, не взрывало его до основания. Потому что у нас реформы всегда, в нашей памяти генетической, они ассоциируются с какими-то потрясениями, что все, если начались какие-то реформы, хватая мешки, вокзал тронулся, да, что-то обязательно случится. Вот первая глобальная путинская реформа, начало 2000-х годов, когда он становится президентом, вообще она радикально поменяла политический ландшафт. Ну вот смотрите, Путин отменил выборы губернаторов, и губернаторы стали получать свои должности по другому механизму, не через прямые выборы. Вот скажите, что, Путин не демократ? Путин для чего это сделал? А очень просто. Страна-то рассыпалась, она разваливалась. К моменту, когда Путин стал президентом, не было ни одного субъекта федерации, включая Татарстан, законы которого не противоречили бы федеральным. Как может существовать государство, единое, даже федеративное, если его части не подчиняются федеральному центру? Такое государство обрещено. И Путин это прекрасно понимал. И поэтому он отменил губернаторские выборы, вводя механизм, который есть во всех федеративных государствах. Механизм федерального вмешательства в дела субъектов. Президент получил право не только через определенный механизм влиять на то, кто станет губернатором того или иного субъекта федерации. Он получил право снимать этого человека, чего раньше не было. Избрали? Ну и ешьте, что избрали. В Москве не подчиняюсь, что хочу, то и творю. Люди выходят на улицы, проводят демонстрации, не согласны с тем, что делает избранный губернатор. А он смотрит на них из окна и говорит, ну бунтуйте, бунтуйте. Я на пять лет избрана сижу, мне на вас наплевать. Вводится институт федерального вмешательства, и наша власть президентская этим активно пользуется. Ярчайший пример. Лужков, куда казалось бы, тяжеловес политический, мэр Москвы. Он был снят с формулировкой по недоверию. То есть президент даже в некоторых случаях не обязан объяснять причины, по которым он снимает даже такого авторитетного тяжеловеса, как Лужков. Формулировка снят по недоверию. И Путин активно тоже пользуется этой формулировкой. Уже в наши дни по этой формулировке был снят губернатор Новосибирска, Брянска. Ну я уж не говорю про те, кто сегодня сидит за решеткой за коррупционные преступления. Губернатор Сахалина, губернатор Коми. Это тоже механизм федерального вмешательства. Путин отменяет выборы по округам. Вот я человек, который четырежды избирался в округе, здесь в Татарстане. То есть избирался, три раза я избирался в Казани, и вот мой округ был Казань. Вся ее та часть, которая примыкает к городу Зеленодольску, то есть это Кировский и Московский авиастроительные районы, Зеленодольск, и все туда дальше, до Ульяновска, до Доржановского района, это мой избирательный округ. Вот три раза я избирался там, один раз в Челнинский избирательный округ, четыре раза. Это когда голосуют люди не за партийный список, а за конкретных кандидатов, которые выдвигаются в том или ином избирательном округе. Кстати, таких, как я, кто четыре раза избирался в округе, в российском парламенте, сейчас, по-моему, один человек, Николай Харитонов, таких вот одномандатников, которые избирались, все четыре избирательные кампании, пока были выборы по округам. Путин отменяет выборы по округам, все выборы по партийным спискам. Все 450 депутатов парламента избираются по партийным спискам. Все схватились за... Как же так? А как же мы теперь не будем избирать своего кандидата в округе? Очень простое объяснение. А в России не было партий политических, все это были предвыборные проекты. Эта реформа Путина была направлена на то, чтобы остались на политическом поле только политические тяжеловесы, настоящие федеральные партии, которые будут из выборов к выборам приходить к избирателю и просить их голоса. Не исчезать, как политические фантомы. Пришел, за меня проголосовали, через четыре года меня нет. Спросить не с кого. За кого я голосовал? Кому я отдавал свой голос? Теперь, как вы знаете, начиная с 2003 года, у нас до сегодняшнего дня были только пропорциональные выборы, и люди голосовали только за политические партии, они не голосовали за своих кандидатов. Это тоже была реформа путинская. Путин отменил присутствие в Совете Федерации губернаторов и председателей ЗАГС Собраний. Совет Федерации стоял из вот этих двух, от каждого региона они представляли свои регионы в Совете Федерации. А представьте себе, какая это альтернатива президентской власти, когда в Москве в Совете Федерации сидят 85 губернаторов, 85 председателей ЗАГС Собраний. С любой точки зрения, это такой институт, который по своей мощи сопоставим с президентской властью. Если он вдруг фрондирует, если он вдруг начинает, как это было при Ельцине, когда он начинает не соглашаться с президентом, Ельцин не мог снять, например, Скуратова, генерального прокурора, потому что на это не давался согласия Совет Федерации. Не потому что Скуратов хороший, а потому что это была Фе, которая говорил Совет Федерации тогдашнему президенту. А вообще это нормально в стране с федеративным устройством, когда президент не может реализовать свои полномочия. Совет Федерации тоже был реформирован и так далее, и так далее. Но, вот к вопросу о колках, о гитаре, К концу 2000-х, когда эта система работала, произошло очень интересное явление. С одной стороны, задачи, которые ставил Путин перед политической системой, были реализованы. Появилось семь политических партий. Их было море, стало только семь. Из них четыре в парламенте. Ну, известные. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Все остальные исчезли с политической сцены, потому что не прошли соответствующие заградительные процедуры. По численности и так далее, и так далее. Их не зарегистрировали. Осталось только семь. Четыре в парламенте. Парламентская конкуренция обострилась. Но за пределами парламента, на улице, конкуренции никакой не было. Политическая система закрылась. Она решила одну задачу, но накопились другие, которые потребовали новых решений и новых реформ в политической системе. Вот я всегда как апогей этого привожу, пример Болотный, когда люди, 100 тысяч человек, вышло на улицы Москвы протестовать против тогдашней политики после выборов 2011 года. Вот говорят, эти выборы были не самые честные. Знаете, я как участник всех избирательных кампаний до единой могу подтвердить слова Медведева. Избирательная кампания 2011 года была самой честной из всех предыдущих. Предыдущие были гораздо более нечестные, чем 2011 год. А почему 2011 год объявили самые нечестные кампании? А потому что люди не понимали, а как они в этой ситуации политической вообще могут влиять на власть. Партий только семь, выборы только пропорциональные, одномандатных округов нет. Я куда пойду? Вот я активный человек, я хочу участвовать в политической жизни. Я что пойду к Жириновскому, пусти меня в свою партию? Он говорит, да у меня все места заняты. Куда я пойду? Избраться в округе я не могу, потому что нет выборов по одномандатным округам. В партии меня не ждут. Люди пошли на улицу. Люди пошли на улицу и обозначили этот свой протест. Причем, обращаю ваше внимание, вышли на улицу необездоленные. И не только враги. Там были люди, которые мечтали о том, чтобы Болотная снесла Кремль, снесла Путина, снесла нынешнюю власть. Там были откровенные враги, которые работали по чужим сценариям. Но их было меньшинство. Остальные – это были люди, которые не находили себя в той политической ситуации. И реформа, которую начал Путин, придя на новый срок президентский, вот та реформа, по которой мы с вами сегодня живем, это реформа, которая ответила на эти вызовы. У нас сегодня самое либеральное в мире законодательство в части формирования политических партий. Я в шутку называю, что у нас сегодня политическая партия может быть партией мобильного телефона. Нужно набрать 500 человек в половине субъектов федерации для того, чтобы зарегистрировать политическую партию. Но я возьму мобильный телефон, найду по два человека или по три в каждом из этих субъектов своих друзей, они напишут соответствующее заявление, мы напишем программу, отнесем в Минюст и зарегистрируем политическую партию. Сегодня таких около 80 политических партий, было всего семь. Возвращены выборы по одномандатным округам. Сегодня каждый из вас может себе, во-первых, а, найти политического партнера, ну, среди 80 партий, всегда можно найти та, которая тебе по вкусу. Во-первых, и через эту партию попытаться пройти в парламент, а можно и без партии, потому что появился институт самого движенцев. И, кстати, он работает, в том числе работает очень забавно. Вот говорили, что на этих выборах там не пустят людей Ходорковского. Да, они все зарегистрировались, как самого движенцы. Собрали нужное количество подписей, зарегистрировались и пойдут на выборы в Думу. Уж, казалось бы, всех пугали этим Ходорковским. Какой-то там такой вообще непонятный зверь сидит где-то за рубежом, да, такой, Змей Горыныч. Да никакой не Змей Горыныч. Вот его кандидаты идут на выборы. Люди сами скажут, хотят они этих кандидатов иметь в Думе или не хотят. Более того, у нас еще одна появилась интересная история, которой не было никогда. У нас есть, как вы знаете, четыре парламентских партии, которые сейчас в парламенте, и у них всегда было одно преимущество перед всеми другими. И мне надо было собирать подписи. То есть я нарисовал свой список из 600 человек, выдвинул 225 человек в округах, и просто по решению съезда партии эти люди пошли и в список, и в округ. Но это право было только у четырех. Сегодня таким правом обладают сколько партий? Кто знает? 14. 14 политических партий имеют точно такие же права, как Единая Россия, КПРФ и так далее. Им не надо собирать подписи, они свои списки своих кандидатов выдвигают напрямую от себя. И любой из вас может, если он активен, если он интересен этой партии, может найти вот этого политического партнера и быть зарегистрирован в качестве кандидатов без всяких бюрократических проволочек. Что сегодня происходит на выборах 18 сентября? Но и другие политические партии, они также допущены к этому процессу. То лишь разница, что они должны собрать подписи, регистрируя свои списки и своих кандидатов. Совет Федерации, вот перед вами стоит член Совета Федерации, опять же, это путинская реформа, по-другому лет. Если раньше Совет Федерации формировался просто по воле и желанию исполнительной власти и законодательной, и можно было направить Совет Федерации кого угодно. И в Совете Федерации некоторые субъекты представляли люди, которые на карте, наверное, с трудом показали, где находится тот субъект Федерации, который они представляют. Сегодня это просто невозможно. Введены жесткие критерии, и Совет Федерации впервые превратился в палату регионов. И если сегодня Морозов от Татарстана в Совете Федерации, то понятно, что Морозов представляет Татарстан, потому что он 36 лет здесь прожил, был депутатом 6 раз от Татарстана в Москве, в Государственной Думе. Все понятно, да? Но вот от Чукотки я сегодня уже не могу даже по тем критериям, которые есть, не могу стать членом Совета Федерации, потому что я не подпадаю под эти критерии. И какой я бы не был раскрученный федеральный политик, от Чукотки я членом Совета Федерации стать не могу. Это тоже результат тех преобразований, которые проводятся сегодня. Ну и самое главное, я на этом буду близиться к завершению для того, чтобы потом как-то с вами поговорить, выслушать ваши вопросы. Для чего? Ответ-то, а для чего все это? Ведь реформа, которая делается, она всегда для чего-то. Ну, знаете, не от страха, не потому, что была болотная, не потому, что была критика в отношении власти, не потому, что люди были не согласны с какими-то аспектами политической жизни, которые были в первой десятилетке двухтысячных, а потому, что политическую систему выборы надо сделать такими, чтобы люди уважали их результат, чтобы люди, когда власти формируются по результатам выборов, они говорили, да, я даже если проиграл или мой кандидат проиграл, но я доверяю этому результату, для меня важно, что я доверяю этой власти, она выбрана большинством, и я уважаю мнение большинства, потому, что выборы честные и конкурентные, вот к чему мы должны сегодня стремиться, я всегда привожу один пример, я был участником сентябрьской кампании прошлого года в Иркутске, когда выдвиженец Путина, выдвиженец Единой России проиграл, то есть действующий губернатор Ерошкин проиграл выборы кандидату от коммунистов, причем проиграл с треском во втором туре, и вот накануне этих выборов я участвовал в нескольких таких дискуссиях, со мной участвовали в дискуссиях коммунисты, и они начинали все дискуссии с одного, наш кандидат все равно не победит во втором туре, потому что вы нарисуете результат Ерошкину, вы обязательно украдете наши голоса, вы обязательно сфальсифицируете выборы, не может победить наш кандидат, потому что вот вы тут Единой России сидите, вы обязательно что-нибудь придумаете, и представьте себе, каково же было их собственное удивление, где-то психологическое поражение, когда их кандидат получает во втором туре 56 процентов с треском выигрывает на 20 пунктов он оторвался от кандидатов в Единой России, и выходит Неверов, глава Единой России говорит, мы признаем результат выборов, поздравляем коммунистов, мы уважаем мнение иркутских избирателей, вот модель, к которой мы должны стремиться, это не значит, что мы должны стремиться к тому, чтобы проиграли кандидаты Путина, они будут выигрывать, и слава Богу, я болельщик этих кандидатов, потому что я член Единой России, и человек, который поддерживает политику Путина, но выигрывать надо честно, надо выигрывать в конкурентной борьбе, выборы любой ценой, победы любой ценой, это не наш сегодняшний тренд политический, результат любой ценой тоже не сегодняшний выбор, потому что если результат любой ценой, тогда я рискую этим результатом, люди могут не признать этот результат, и не уважать ту власть, которая будет сформирована по результатам этих выборов, поэтому когда побеждает Путин с результатом 65%, никто не удивляется, потому что у Путина рейтинги сегодня, ну я имею в предыдущие выборы, когда вот он в марте шел, у него соответствующие рейтинги просто колоссальные, это действительно человек, которого уважает страна, но и так должно быть и на парламентских выборах, поэтому я прогнозирую, что эти выборы 18 сентября будут очень конкурентными, потому что 14 игроков уже играют на там поле, а всего играет порядка 80, потому что борьба достаточно острая, потому что никто по большому счету меня спрашивают, вы что действительно считаете, что вот фальсификация невозможна, не будет применяться административный ресурс, слушайте, таких выборов не бывает, не только в России, но и во всем мире, я был на выборах, когда избирался Аланта, я был во Франции, Сарказий беспардонно пользовался своими должностными преимуществами, был тогда действующий президент, участвовал в избирательной кампании, но это было просто очевидно, но он проиграл выборы, тем не менее, Аланту, я не говорю, что Аланта, замечательный президент, я просто факт констатирую, то есть это история вообще любых выборов, соблазн использовать административный ресурс, где-то на местах что-то подправить, но власть, кремлевская власть, президент, они другую закладывают тенденцию в этот процесс и другие требования, сегодня на порядок меньше кандидатов снимается, потому что всех допускают, я уже привел пример, люди Ходорковского сегодня зарегистрировались и конкурируют на выборах, в округах, и так далее, и так далее, ни одна политическая партия не снята с пробега, все зарегистрированы, все списки зарегистрированы, кто их подал, это говорит о том, что участвуют все, ну а результат за избирателями, и я прогнозирую победу в Единой России, как партии Путина на этих выборах, но я прогнозирую, что уровень доверия к результатам этих выборов будет гораздо выше, чем в 2011 году, ну что, друзья, давайте вот эти 40 минут, которые я выступал, давайте завершим, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, любые, давайте смелее. Спасибо, Олег Викторович. Ну, коллеги, пожалуйста, смелее. Как говорили достопамятные циковские времена, позвольте ваши аплодисменты считать за одобрение того, что я сказал. Так, значит, коллеги, поднимаем руку, представляем, задаем вопрос. Пожалуйста. Что-то все стесняются. Да ладно, стесняться-то. Вы же гуманитарий, вам надо... Да, давайте, молодой человек. Добрый день, Олег Викторович. Спасибо за то, что посетили наш университет. Наш, наш, наш. Наш, наш, наш. Вы являетесь определенно одним из наиболее выдающихся политических деятелей наиболее выдающихся. Но значительная часть вашего выступления была посвящена политической ситуации в нашей стране в преддверии единого дня голосования. Но каким вы видите в будущей России в преддверии следующего дня единого голосования? После? После. После этого? Какой, по вашему мнению, будет Россия в будущем? Знаете, как говорил один проводник, который ездил в поезде между Сочи и Москвой. Он говорил, если бы я знал прикуп, я бы жил в Сочи сегодня. Но это была поговорка еще времен Советского Союза, когда все хотели жить в Сочи. На этот вопрос ответить легко и трудно, потому что рисовать картину будущего, особенно политического будущего, всегда непросто. Вы же понимаете, что такое политика? Политика – это борьба, политика – это конкуренция, политика – это процесс, в котором участвует очень много людей с разными взглядами, на жизнь, на мир. И это такой совокупный результат вот этой борьбы, этой конкуренции, то, что выходит потом, как некая составляющая. Но что для меня безоговорочно? Это то, во-первых, с чего я начал. Мы вернулись в пул ведущих мировых держав, и мы туда, ближе, мы оттуда не уйдем. Это уже совершенно очевидно. И с нами в этом смысле будут считаться, считаются и уже будут считаться. Эта тенденция, она будет только нарастать. Мне представляется, что сейчас вот в рамках этой тенденции происходит такое колоссальное переосмысление, такой, если хотите, культурный шок в мире, особенно у американцев, которые привыкли действовать в этом мире как стлон в посудной лавке, выставленный локтями, всех распихивая, делаем, что хотим, и вдруг им говорят, слушайте, так не пойдет, друзья мои, так не получится, мы не будем жить под вашу дудку. Но если бы это только мы сказали, если бы Россия была здесь в одиночестве, нет, когда мы стали это говорить, мы поняли, что оказывается, очень многие тоже не хотят видеть мир однополярным и видеть вот такое поведение, пускай и великое, пускай и самое экономически могущественное, самое сильное военное отношение к державе, но это не дает такие права себе так вести и диктовать свою волю всем остальным. Вот они сегодня породили этот ИГИЛ, но и сегодня схватились за голову, и они вынуждены с нами сегодня партнерствовать, понимая, какого монстра они родили, понимая все угрозы, которые возникают, и понимая, что без нас с этим монстром им не справиться. Это первое. Второе, второе, у нас сегодня очень непростая социально-экономическая ситуация, очень непростая, связанная с санкциями экономическими, которые на нас наложены, связаны с геополитическими изменениями, Крым, то, что происходит на Украине, то, что происходит на Ближнем Востоке. Мой прогноз, санкции бессмысленны, и это понимают, абсолютно четко понимают в Европе, я встречался с европейцами, с парламентариями, но последняя моя поездка в Италию вообще меня удивила, потому что итальянские парламентарии говорили совершенно открытым текстом, вставали и говорили, две вещи для меня были шоковыми. Первое, они говорили, а что с Крымом пристали к России? Ну, Крым по факту российский, при чем тут вообще? Надо с этим это принять как должное, и референдум принять, и второе, давайте санкции отменять. Они бессмысленны, они наносят гораздо больше ущерб нам, а не России. Россия большая страна с диверсифицированной экономикой, то есть многоотраслевой экономикой. Нет такой отрасли и нет такого сегмента, нет такой продукции, которую мы не могли бы произвести сами, начиная от самолетов и качая ботинками. И если нам не будут поставлять ботинки, мы будем делать свои. Понимаете? Если нам перестали поставлять мраморную говядину, слава Богу, потому что выяснилось, что мы можем ее спокойно производить, и сегодня в магазинах лежит мраморная говядина, которая произведена в Калмыкии, в Брянске, в Тамбове, в некоторых других наших российских территориях. Ну, что действительно не смешно, что мы там из Австралии, из Новой Зеландии, из Чили везли говядину. Для России это не смешно, смешно. Поэтому мой второй прогноз, что санкции будут отменены в недалеком будущем, и отладится вот эта мировая конструкция торгово-экономическая, и к нам пойдут инвестиции, и многие из тех проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся именно из-за вот этого железного занавеса, который возник не по нашей воле и не по нашей вине, эти барьеры будут сняты, как сегодня и происходит в наших взаимоотношениях торгово-экономических с азиатскими партнерами, с которыми наши связи нарастают, учитывая, что снижаются европейские. Третье. Мне кажется, что у нас сформировалась устойчивая политическая система. А что такое устойчивость политической системы? Что такое предсказуемость в политике? Это то, что позволяет решать все другие задачи, экономические, социальные. Когда политика неэффективна, когда она непредсказуема, когда власть неэффективна, невозможно проводить какую-то внятную социальную, экономическую политику. При всех тех проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся, у нас сегодня ВВП стоит на месте, не растет, у нас сегодня промышленное производство едва-едва движется вверх, но мы, например, за время санкций ежегодно даем очень большой прирост в сфере сельского хозяйства, производство продуктов питания. Мы замещаем то, что ушло с нашего рынка за счет собственных производителей. Уже неплохо. Уже неплохо. Поэтому я прогнозирую предсказуемую политическую ситуацию, которая будет позитивно сказываться на социальной и экономической ситуации. Я не вижу оснований говорить о том, что нас впереди в ближайшее время ждут какие-то социально-экономические и политические потрясения. Скорее, наоборот, мы нащупываем, правда, медленно, нам хотелось бы быстрее, нащупываем вот этот путь к стабильности, к некой стратегии, которую мы будем реализовывать здесь в интересах граждан, прежде всего, в интересах вот этого поколения, которое сидит в этом зале. Потому что вы можете не улыбаться, но через 10-15 лет Россия перейдет в ваши руки. Вы будете ей управлять на всех этажах, начиная от школы и кончая Кремлем. Вы. Вы, будущая Россия, она перейдет в ваши руки, поэтому надо бы передать вам ее в нормальном состоянии. Пожалуйста. Еще вопросы, коллеги, пожалуйста. Что затихли? Давайте. Вот девушка. Обычно девушки активнее, чем ребята. Я даже удивился. Олег Викторович, я прочитала в вашей биографии, что после распада СССР вы вступили в Единую Россию. Не сразу. Да, но... Это был 2001 год, да. Почему вы так изменили свои взгляды и после КПСС решили вступить в партию Путина? Интересный вопрос. Ну, смотрите, из КПСС я вышел по одной простой причине. Она умерла. До 91-го года, пока была жива КПСС, я из КПСС не выходил, хотя партии уже не было как таковой, она уже фактически не функционировала. и до того момента, как возникла КПРФ, я сохранял свой партийный билет члена КПСС и даже платил партийные взносы. Не потому, что, скажу совершенно честно, не потому, что видел, что эта партия живет правильно, что она решает задачи, которые стоят перед страной. Ничего я не решал, она умерла. Но пока она формально была жива, я как просто мужик нормальный, я не представлял, как это можно как другие там выйти и спалить свои партийные билеты на Красной площади. Для меня это было как просто для мужика неприемлемо. Поэтому я вот так и хранил свои партийные билеты и даже платил партийные взносы. Непонятно кому и зачем. А когда КПСС была ликвидирована, запрещена и на ее развалинах родилась КПРФ, у меня был разговор с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Я был на первом учительном съезде КПРФ, и Геннадий Андреевич, поскольку мы были знакомы с ним еще со времен ЦК КПСС, ко мне подошел, я сказал, а почему я должен вступить в КПРФ? Ну как? Мы же коммунисты. Я говорю, я не знаю, какие вы коммунисты. Я не знаю, что за партию вы формируете. Я не понимаю вашу программу. Я не понимаю, что вы хотите сделать в стране. Поэтому я подожду, я посмотрю на то, что вы будете делать, а потом для себя приму решение. И вот здесь я делаю поправку на то, что вы сказали, читая мою биографию. До 2001 года я не был цленом никакой политической партии. И три раза я до этого избирался в Государственную Думу в 94-м, в 96-м, в 95-м и в 99-м году. И все три раза я избирался как... Нет, в 99-м году меня уже выдвинул блок, не партия, избирательный блок Отечества «Вся Россия», который возглавлял Евгений Примаков и в руководство которой входил наш тогдашний президент Шаймиев. Но это была не партия, это был избирательный блок, который меня выдвинул в одномандатном округе здесь, в Татарстане. А в 2001-м году возникла партия Путина «Единая Россия», которая возникла из объединения трех организаций. В одну из них входил я, я входил во всю Россию. Вторая организация это было Лужковское Отечество и третья организация это было Путинское Единство, которое возглавлял Сергей Шойгу. Три лидера этих организаций стали сопредседателями «Единой России». Напомню, кто стали сопредседателями? Шаймиев, Шойгу и Лужков. Как раз эти три организации. А я был руководителем в это время. То есть руководителем аппарата этого блока «Вся Россия». Поэтому по логике, когда эти три блока объединились в политическую партию, лидером которой стал Путин, я и по убеждениям, и по факту вступления моей организации в эту партию стал членом «Единой России». Я писал программу «Единой России», самую первую. Я писал манифест «Единой России». Он есть, можете почитать. Проект его готовил я. Я это сделал совершенно осознанно. Поэтому в своей жизни я был в двух партиях. Я был в КПСС и в «Единой России». Больше ни в каких партиях я не был и уже никогда не буду. Спасибо. И дело это и в путинскую партию входил абсолютно по убеждениям, понимая, что это нужно стране. И, кстати говоря, как калька, когда возникла «Единой России» как партия, в Думе не было парламентского большинства. Но было четыре фракции, которые фактически были партнерами. Это фракции, которые возглавлял я, регионы России, партия «Отечественная Россия», которую возглавлял Примаков, фракция «Единство», которую возглавлял Грызлов, и фракция «Народный депутат», которую возглавлял Геннадий Райков. И я написал документ под названием «Программа Координационного Совета парламентских фракций». Вот четыре фракции объединились в Координационный Совет. Я был его первым председателем этого Координационного Совета. Я предлагал, чтобы это был Примаков, но Евгений Максимович, он же такой же хитрый, опытный политик. Он сказал, давайте по алфавиту. Все так посмотрели на алфавит, а буква «М» оказалась первой. «П» — Примаков, «Р» — Райков, а Грызлов уже ушел, был Пехтин. «П» — Пехтин, «М» оказалась первая. Я стал первым председателем этого Координационного Совета, и в парламенте в российском впервые, мы как-то привыкли, что там всегда есть большинство. Да нет, парламентское большинство родилось в 2001 году. До этого в парламенте в российском 9 лет не было никакого парламентского большинства устойчивого. Но оно впервые появилось в 2001 году при Путине. Четыре фракции объединились. У нас было примерно 240 голосов в Думе. Примерно то же самое, что сейчас у «Единой России». Вот. Ну, это вот ответ на ваш вопрос. Спасибо. Еще, пожалуйста, коллеги. Так. Можно, молодой человек, мы девушке отдадим сначала. Девушка, а потом там, молодой человек. Добрый день, Олег Викторович. Я бы хотела услышать, тяжело ли представлять нашу республику, республику Татарстан в Совете Федерации. Спасибо. Ну, смотрите, я уже сказал, что я с 94-го года представляю республику. Шесть раз в Думе, потом перерыв на то время, когда я работал начальником управления внутренней политики администрации президента, и вот сейчас Совет Федерации. Я вам совершенно искренне могу сказать, что когда за спиной такая махина, как Татарстан, любому ее представителю, будь ты депутат Государственной Думы или член Совета Федерации, как я, это всегда в каком-то смысле просто, потому что ты понимаешь, какая мощная республика у тебя за спиной, чьи интересы ты защищаешь, и тебя, как представителя этого региона, уже уважают уже по факту, да, надо к этому добавить, конечно, еще и личные какие-то качества, личные свои способности, но уже сам факт того, что ты представляешь Татарстан, во многом определяет твое место в федеральной политике. Но это так, это правда, это я здесь ничего совершенно не прибавляю. И я думаю, что тот факт, что я был 7 лет первым заместителем председателя Государственной Думы, а всего 9 лет был заместителем председателя Государственной Думы, из которых 7 первым, это во многом тоже дань уважения к нашему региону, помимо, наверное, того, что что-то есть и лично мое в этом. В этом смысле легко, а не легко в том смысле, что мы всегда предмет такой и белой, а иногда и черной зависти. И когда в свое время Путин предложил пятилетнюю программу социально-экономического развития Республики Татарстан, а по сути дела это была программа возвращения Татарстана в налоговое поле России, но это нужно было сделать по определенной процедуре. И каждый год, когда принимался бюджет, те деньги, которые выделялись на эту программу, обязательно кто-то хотел распилить и отобрать. И задача нас, как депутатов, встала в том, чтобы защитить эту программу, договориться с другими фракциями, добиться голосования за этот бюджет, чтобы эта программа была реализована, эти деньги пришли сюда в регион. И мы эту задачу решили. Программа пять лет исполнялась, эти деньги в Татарстан пришли. В этом смысле мы всегда под таким, под микроскопом, на нас смотрят, у нас учатся, в хорошем смысле завидуют. Говорят, ну да, понятно, Татарстан, его там финансируют, он участвует на всех проектах. А кто вам мешает? Я всегда говорю, а кто вам мешает? Ну вот мы провели универсиаду, получили под универсиаду в общей сложности из разных источников 200 миллиардов рублей, которые пошли в наши спортивные объекты, в дороги и так далее. Кто бы мешал другим регионам предложить универсиаду, получить эти 200 миллиардов, реализовать их, все это построить, сделать, провести лучшую универсиаду последних лет, это не наша оценка. Это не мы сказали, не татарстанцы, и даже не Путин. Это сказали международные организации. Лучший за всю историю будет чемпионат по водным видам спорта. Мы будем проводить в себе чемпионат мира по футболу. Мы сегодня номер один по IT-технологиям в стране, это тоже все признают. Мы сегодня лидеры в части профессионального образования, которое некоторое время тому назад было просто уничтожено, мы сегодня возрождаем его в республике. Мы лидеры по нефтехимии, мы лидеры в определенных сегментах авиастроения, ну и так далее, и так далее, и так далее. Лидером всегда быть непросто. Поэтому и легко, и не очень. Вот молодой человек. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Было сегодня очень интересно слушать вашу лекцию. Вы говорили о наших стратегических противниках, оппонентах на мировой арене. Мне бы хотелось узнать, о каких странах вы считаете нашими союзниками потенциальными, ну и, конечно же, стратегическими в будущем? Хороший вопрос, потому что, когда я использовал термин стратегические противники, надо все-таки этот термин взять в кавычки. Потому что даже наша внешнеполитическая доктрина, наша военная доктрина, она не предполагает, в отличие от американской, таких фраз, что вот Америка это потенциальная цель для нашего ядерного удара. Мы таких вещей не говорим. Не по отношению ни к какой стране. И в этом смысле всех рассматриваем как своих потенциальных партнеров. И Америка это наш потенциальный партнер. Без Соединенных Штатов Америки выстраивать сегодня эффективную мировую политику невозможно. Это надо понимать каждому. И поэтому наша задача не воевать с Америкой. Наша задача добиться того, чтобы Америка приняла вот этот вызов времени и понимала, что мир стал другим, многополярным. И что Россия это часть этого мира. Не считаться с нашими интересами нельзя. И только вместе можно победить ИГИЛ. И только вместе можно решить другие, справиться с другими вызовами, которые стоят перед цивилизацией. Экология. Вызов, вызов, безусловно. Мы завтра с этим столкнемся. Весь мир, вся цивилизация с этим столкнется. Колоссальный разрыв между бедными и богатыми странами. Это вызов, безусловно. И во многом это предопределяет все то, что сегодня творится и на Ближнем Востоке, и в других сегментах современного мира, где люди живут крайне нестабильно, бедно, голодно, если хотите. И на фоне сытой Европы, сытой Америки и успешной, благополучной России в целом. Конечно, это вызывает конфликт цивилизаций. Довольно серьезный конфликт. Так вот, смысл политики в том, чтобы плодить партнеров, а не противников. Поэтому берем в кавычки мои слова про противников, имея в виду ту историю, про которую я рассказывал, историю 90-х годов, ну и сегодняшнюю отчасти. А вот, что касается таких стратегических союзников, знаете, с одной стороны есть известная фраза Александра Третьего, у России нет союзников, есть только два союзника, армия и флот. Ну, в каком-то смысле это всегда так, это всегда так, всю жизнь. Потому что такие большие мы, мы такие, сильные, мы такие богатые, сырьем, пресной водой, 11-часовых поясов, вся таблица Менделеева у нас в земле. Ну, мы такие сильные, мало кому интересны, но нужны. Мы бы нужны были слабые, которых можно пощипать, что-то забрать, но, к счастью, мы такими не будем, я думаю. Но, это создает определенные трудности, и нам нужно искать равноправное партнерство. Вот нельзя, например, доминировать над современным Китаем. Китай – великая держава, с великой традицией, с гигантской экономикой, и очень с неплохими вооруженными силами. С Китаем нужно выстраивать партнерские отношения. Да вообще, даже Турция, которая, понятно, что в военном отношении слабее России, у них нет ядерного оружия и так далее, но иметь в лице Турции врага, под боком имея такого врага, тем более подталкивая его на партнерство с ИГИЛ, ну, зачем? Значит, нужно искать партнерство и с Турцией при всех противоречивости фигуры Эрдогана. Я уже не говорю про Европу, которая вообще в клещах между американцами, нами, Китаем со своими проблемами, беженцы и многое-многое другое. Поэтому в этом смысле надо видеть партнеров в любом государстве, с которым у нас есть какие-то отношения и наращивать это партнерство. Но всегда понимать, что этот мир максимально конкурентен. Поэтому либо мы конкурентны в этом мире как политики, как экономическая держава, как держава, которая владеет определенными технологиями, которой нет у других стран. У нас есть такие технологии, где мы монополисты, где мы лидеры в современном мире. были лидерами биотехнологии. Вот сидит представитель этой прекрасной науки здесь, в этом зале, да, господин Жданов. А мы это лидерство упустили в значительной степени, а это будущее современной цивилизации. Значит, лидерство надо восстанавливать, надо догонять, а где-то и перегонять. Так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Ну что, есть еще вопросы? Ну вот еще, еще два вижу. Ну давайте, девушка. Так, два еще вопроса и на этом завершаем. Да, давайте два вопроса и на этом завершим. Уже больше сейчас работаем. Дмитрий Викторович. Трудентам очень трудно трудно устояться, так как везде требуется опыт работы. Будет ли этот вопрос решен в будущем и какой выход вы видите из этой ситуации? Спасибо. Ну, насчет опыта работы, наверное, любой работодатель понимает, что когда студент закончил в ВУЗ, у него не может быть никакого опыта работы, если он после школьной скамьи поступил в ВУЗ. Вопрос в другом. Нужен ли работодателю этот специалист? Годится ли он ему по своим качествам, по своей подготовке и так далее? Вот вы можете на меня обижаться, но я сейчас скажу вещь, может быть, не для всех неприятную, но честную. Я не знаю примера, ни одного за свою жизнь, когда человек, проявивший бы свои таланты как студент, имеющий, допустим, красный диплом, имеющий какие-то достижения в студенческой науке, участвующий в каких-то студенческих конкурсах научных, практических, который заранее выставил свои отношения с какими-то структурами, государственными, еще будучи студентом, или бизнес-структурами, чтобы он себя не нашел. Ну, перед вами пример. Я закончил Казанский университет круговым отличником, я победил на конкурсе, татарстанском конкурсе на лучшую студенческую научную работу, я на пятом курсе уже зарабатывал как средний статистический житель России, потому что я читал лекции платные, писал статьи на гонорар, по тем временам я зарабатывал как инженер рублей 120, будучи студентом и получающий повышенную стипендию в университете. Я получил свободный диплом, когда я выходил из тем университета, мне не нашлось место по распределению, и мне сказали, у тебя свободный диплом, иди, вот вся страна перед тобой. Ну, меня тут же подобрали, тут же сделали предложение из КХТИ, я пошел на работу на кафедру, потом поступил в аспирантуру в университет, мне предложили место в университете, я защитился быстро, стал доцентом в 29 лет, ну, вот вся дальнейшая моя карьера связана с Казанской. И так далее, это первое. Второе, вы говорите, что для этого нужно сделать? Нужно перейти на систему более четкого государственного и бизнес-заказа на специалиста. Студент, приходя в ВУЗ, уже должен понимать, а кто его партнер. Вот эту систему нам надо сформировать, она не сформирована, она частично есть, но она до конца еще не сформирована, для того, чтобы человек, получая образование, уже заранее понимал, а кто его партнер в будущем, кому он пойдет работать, чтобы у него были договорные отношения с этим партнером, может быть, даже стипендия целевая, которую ему платят либо бизнес, либо государство, если ты на бюджете. Вы же учитесь, если вы бюджетники, за мой счет, я же налогоплательщики оплачу за ваше образование, ну, условно, я имею в виду все граждане России, которые содержат вас, как студентов, которые учатся на бюджетных местах. Значит, я заинтересован, как налогоплательщик, чтобы вы потом мне отдали, как специалисты, шли на работу, работали на государство, на бизнес, но отдавали это, как специалисты. Поэтому мы сейчас выстраиваем эту систему, но еще раз говорю, здесь очень многое зависит от вас. Каждый из вас, кто пройдет эти пять лет, я понимаю, что здесь в основном первокурсники, пройдет успешно эти пять лет, докажет свою состоятельность как студент, я вас уверяю, будет востребован. Так устроена жизнь. Страна нуждается, нам другое говорят сегодня, все, и представители во власти, и представители бизнеса, они говорят, мы не можем найти специалиста, который нам нужен, нет людей, мы хотим, но эти люди не соответствуют нашим требованиям, вы должны соответствовать, и тогда вы будете востребованы. Давайте последний вопрос. А, вот еще есть рука, да? Добрый день, у меня два вопроса к вам. Первый. Вы закончили направление военного коммунизма, о, не военного, научного коммунизма. Да, чем был обусловлен ваш выбор именно этой профессии, это первый вопрос. Второй вопрос. Лето Олимпиады, бывая по Олимпийске, Паралимпийске игры, и вот такой скандал вокруг наших спортсменов. Мы не будем затрагивать, как относится мир, да, это было то, что предвзято. Вот такой вопрос, а как мы будем защищать вообще, ну, не важно, спортсмены могут атаковать же, ну, атаковать это в кавычках уж сказано, в кавычках, да, любое направление, мы защищать, как будем защищаться в этом, как будут защищены наши, например, Паралимпийцы, у меня такой вопрос. Насчет научного коммунизма. Когда я поступал в университет, это был 71-й год, второй год существовала эта специальность, я понимал, что я типичный гуманитарий, делать на ВМК, физфаке мне нечего. У меня был очень простой выбор, из-фак, то есть это либо идти на историческую специальность какую-то, или научный коммунизм. Я посмотрел программу, того, что предлагалось на отделение научного коммунизма. И эта программа мне показалась очень интересной. Не потому, что там был научный коммунизм, а потому, что там, например, был предмет истории экономических учений, которые не было нигде на других специальностях. История философии, история политических учений, история общественной мысли народов Татарстана и России. Это те предметы, которые читались только на этой специальности и не читались нигде на других специальностях. Я про себя решил, что если я хочу получить хорошее гуманитарное образование, то меня больше всего устраивает. Да, объем часов, которые давались по философии, по предэкономии, был больше, чем на любой другой специальности. Мы предэкономию изучали три года, философию тоже изучали три года. Ни на одной из специальностей в Казанском университете таких объемов знаний по этим таким классическим, я бы сказал, базовым дисциплинам не было. Вот поэтому мой выбор именно этим был продиктован. Это было наиболее в то время продвинутая с точки зрения программы специальность в Казанском университете брать гуманитарный цикл. И нас действительно хорошо учили, честно скажу. Я очень благодарен и университету в целом, и тем людям, которые нам читали тильный курс. Кстати, вот интересная деталь, поскольку мы учились в одной группе, у нас был курс истории СССР очень небольшой, и наши преподаватели поступили очень правильно. Они нам сказали, а зачем мы вам будем читать историю СССР как всем, как историкам, потому что курс меньше, чем у историков, и всю историю вам давать в маленьком объеме бессмысленно. И нам читали курс под грифом истории СССР и сейчас история общественно-политических революционных движений в России. Если обычные историки про декабристов слушали одну лекцию, мы слышали десять. Про родовольцев читали одну лекцию, нам читали десять. И вся история вот революционных потрясений России как урок, если хотите, мы ее знали, может, лучше, чем те, кто учился на ИСТФАКе, потому что нам читали это как специальный курс профессор Смыков Юрий Ильич, по-моему, правильно называют? Правильно. Вот он нам читал такой курс. Это было интересно, и этого не было нигде. Теперь, что вообще касается спорта. Ну, понятно, что это голая политика. Понятно, что допинг имел место, 34 спортсмена, что ли, уличены или заподознан из паралимпийцев, потому что 260 с лишним, но взяли бы, не пустили бы эти 30 с лишним, которые там подозреваются. Других-то не подозревают, а сняли всю команду. Голая политика. Вот говорят, есть разные формы защиты. Давайте не будем участвовать в олимпийском движении. На мой взгляд, бредовая идея. Давайте начнем там гнобить этот олимпийский комитет. Ну, давайте паралимпийский комитет. Я их обозвал очень плохим словом у себя в Фейсбуке, потому что они этого заслуживают за это решение, потому что, на мой взгляд, ограничить в праве участвовать в олимпиаде людей, для которых это вообще борьба за жизнь, борьба с собственными недугами, они через это доказывают свое право жить в этом мире, в этом обществе, да, преодолевают дикую боль. Это для них даже не спорт. Вот, надо это понять, для них это не спорт. Это форма самореализации самоутверждения. Лишить их права вот на эту самореализацию самоутверждения это очень низко, бесчеловечно, на мой взгляд. Но, на мой взгляд, никакими силовыми приемами эту проблему не решить. Нам нужно просто наращивать свое влияние внутри олимпийского движения. Ведь в МОК сегодня очень много людей есть, которые уже не согласны с решением ИВАДА, вот этого, это организация, которая занимается допингом, и решением паралимпийского комитета. Надо плодить своих союзников в числе этих людей внутри паралимпийского комитета, внутри олимпийского комитета, для того, чтобы менять эти решения в нашу пользу. Мне кажется, что вот эти рекомендации, которые я слышу, давайте все разорвем, давайте их там объявим, давайте свою свадьбу начнем, там, это, пожалуйста, мы можем свои соревнования организовать, но мы не перечеркнем олимпийское движение, да и не надо, ему много-много-много-много столетий, поэтому, я думаю, надо действовать именно так, для того, чтобы защищать свои интересы. К сожалению, в этот раз паровоз ушел, мы уже не будем участвовать в его на паралимпиаде, увы. Ну что, будем завершать, друзья? Так, уважаемые коллеги, я думаю, есть предложение уже завершить, нет возражений? Скажу пару слов в конце, спасибо за аплодисменты, знаете, я еще по своей преподавательской работе помню, знаю, что труднее всего читать лекции для двух категорий, для начинашек, для первого курса, и для пятикурсников, которые уже все знают и уже Бога за бороду взяли. И поэтому, мне было приятно с вами общаться, вы хорошо слушали, не болтали друг с другом, не сидели в мобильных телефонах, задавали интересные вопросы, и мне было с вами интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.